Приветствую вас! Я думаю, что исходить вам нужно исключительно из того, с чего вы сами хотите. То есть, если вы хотите с мужчиной сблизиться, или если вы не против с ним сближаться, вот, то совместно общайтесь с ним, а пусть даже он делает это неохотно через силу и впадает в супор и так далее. Это не страшно, потому что со временем, да, он это нормализуется, вот. Со временем он привыкнет, вот. То есть, он просто, просто пока не привык, вот. Потому что с вами можно общаться на какие-то вот темы, да, помимо работы. Но при этом он активно пытается привлечь ваше внимание, да, активно пытается обратить на себя его, вот, ваше внимание. Потому что, ну, вы ему нравитесь, вот. А если вы сближаться с человеком не готовы, ну, если вам это не интересно, например, то в таком случае я бы рекомендовал вам настойчиво взаимодействовать с ним на предмет работы. Вот, да, то есть, снова и снова, игнорируя то, что он впадает в супор, вот. Просто, как бы легко, да, вот, легко, понятно, просто, вот. Ну, то есть, простым языком доносить до него чего хотите вы от него и так далее. Потому что молодой человек совершенно определенно считает, что с вами невозможно разговаривать не на рабочие, то есть, ну, то есть вообще невозможно разговаривать с вами, вот. Вот, и вам нужно, ну, только с новых слов и слова, да, показывать ему, что с вами можете говорить, что вы не кусаетесь и так далее. Вот, это, пожалуй, единственное. Так же, меня немножко смущает ваш вопрос относительно того, что значит поведение мужчины, вот. В плане того, что я уверен, что вы знаете, с чем оно связано. А, ну, такое поведение его. То есть, я уверен, что вы знаете, я уверен, что вы догадываетесь, вот. И здесь два варианта, либо вы не знаете, что с этим делать вообще, ну просто вот не знаете, что делать с этим. Как вообще, значит, ну, поступать в этой ситуации, вот. Значит, либо вы представляете какую-то ещё цель, вот, свою, вот. Какую цель, правда, нужно выяснять, потому что, ну, на мой взгляд, здесь всё очевидно совершенно, да. То, что мужчина вами интересуется и хочет, чтобы вы обратили на него внимание, внимание своё. Вот. Вот. Это вот то, что мне видится, как мне видится ваш вопрос. Вот, отвести себя лучше, эээ, по-свойски, ээ, просто, вот, раскрепощённо, возможно. Лучше, если вы постараетесь создать непринуждённую атмосферу, потому что если он почувствует от вас давление, вот, ну, давление, да, то ещё больше закроется в себе, вот. Если почувствует, значит, что вы не уверены в себе, то же самое, то есть, тоже закроется в себе очень быстро. Поэтому здесь вот только лёгкое общение, которое комфортно было бы, например, ему. Вот, ну, то есть, так вот, посмотрите, да, поизвежайте, что ему нравится, что ему по душе. Вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, подумайте, как можно было бы своё поведение скорректировать. Немало важным моментом было бы искренность, наличие искренности. То есть, если вы, значит, ну, проявите искренность по отношению к нему. То есть, скажите, как есть, допустим, что, а, ты хороший парень, я знаю, что я тебе нравлюсь, например. Вот, ну, извини, там, ты мне не нравишься, или ты хороший парень, да, я вижу, что я тебе нравлюсь, вот. Ты мне нравишься тоже. Допустим. Вот. То есть, здесь нужно максимальное количество истренности проявить для того, чтобы человек расслабился, чтобы он понял. То есть, пока что он зажат, очень сильно зажат, к сожалению. Вот. А вот, в принципе, то, что можно вам сказать, ну, в ответ на ваш вопрос. А ввиду неопределенности субъективной стороны, да, то есть, ввиду того, что не совсем понятно ваша позиция, вот, по данному вопросу, ввиду этого. А я полагаю, что это вот то, что требуется уточнить, то есть, требуется уточнить то, чего вы хотите, вот. Правда ли вам, непонятно, его поведение, правда ли, вы не понимаете его поведение, вот. Опять же, я не в том смысле, что вы обманываете, а в том смысле, что, что конкретно вызывает у вас в отруднении. И, соответственно, как вы его воспринимаете, мужчину, вообще, то есть, что хочет именно вам. Понятно, да, то есть, ну, вы преследуете цель исключительно только работы, то есть, только работы вас волнует. Вот, или здесь есть что-то ещё. Я полагаю, что после того, как будет ясно, будут исты и данные аспекты, вам можно будет помочь. Вот. То есть, ну, помочь, я имею ввиду, это рекомендачно помочь. Ибо, пока, ещё раз повторю, не очень, не очень понятно, чего вы хотите конкретно. Вот. А если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...